Привет, друзья! Ну вот, будет долгожданный вебинар, который будет называться примерно так «Оригинальные новые приемы, секреты изобретателя». Потому что, ну, когда раньше говорил Ленин, например, что кухарка, чтобы могла уметь управлять государством, имелось в виду, чтобы могла уметь управлять, а не управляла государством. Ну, на самом деле, чтобы могла уметь управлять государством, надо, чтобы она обладала интеллектом, таким светлым, таким чутким сердцем. Потому что без соединения ума и сердца и организма в одной целостности ну, невозможно сделать изобретение. Ну, как это сделать? Изобретение в условиях, в торопях, когда ты в неопределенности, когда ты в стрессе, когда ты весь зашоренный шаблонами, стереотипами, авторитетами, такими представлениями, а вообще возможно ли это или невозможно в каком-то вопросе что-то новое придумать, а времени нету. Ну, можно, оказывается. Я как раз таки ученый, который занимался изучением гениев, и чемпионов, и поэтов, и режиссеров, и актеров. И поэтому я и могу сказать об этом с уверенностью. Потому что, во-первых, у меня их много. Изобретений. И не только изобретений. У меня есть открытия, у меня есть несколько открытий, которые если оформлять, 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 пройти всю эту бюрократию, а это невозможно сделать, мне лично. Это невозможно без помощи большого такого желания, чуть ли не на государственном уровне, на Нобелевскую премию. Ну, конечно, можно было бы, если бы потратить на это очень много времени, которого у меня просто нет, потому что я хочу сделать вебинар. Я хочу, чтобы вы научились изобретать. А более точно, более точно, чтобы вы могли в любой момент находить в себе то состояние такой невероятной изобретательности, когда вы можете придумывать новое. Ну, это даже нужно и кухарке, и домохозяйке, это нужно и нянечке, это нужно воспитательнице, это нужно не только мужчинам. Мужчины все время думают об изобретениях, как создать что-то новое, как заработать деньги, как накормить семью. Женщины тоже об этом думают. Но есть, конечно, разница между мужчинами и женщинами, что тут говорить. Физиология-то разная, и отзабоченность жизни тоже разная. Ну, невозможно же и всех уравнять. Даже в силу своих ментальных особенностей. Люди бывают разные. А я вам подскажу новые оригинальные приемы, секреты изобретательства, когда вы можете в любой критический момент, в условиях неопределенности, вдруг выходить на такое состояние, когда время, сжатое время, когда у вас только есть несколько секунд, несколько мгновений, ну, пускай минут, вдруг для вас лично психологически разворачивается, как бесконечность, и вы там можете перебирать решения, моделировать различные прогнозы ситуации, и освободившись от шаблонов мышления, не подчиняясь никаким авторитетам, никаким прежде написанным учебникам или теориям, не поддаваясь шаблонам этих авторитетов. Именно тогда вы и создаете новое. Конечно, когда вы не зашорили. Именно об этом и будет вебинар. Ну, посмотрите. Я думаю, умные люди сразу схватятся за это. Да, ну, хотел выглядеть как Эйнштейн, но не могу, потому что я не Эйнштейн, и вы тоже не Эйнштейн. Ну, не все же Эйнштейны. Но ведь сколько изобретателей. И Эйнштейн изобретатель. А я многих изобретателей знаю. Я уже говорил в каком-то видео о том, что я лично общался, ко мне приезжал в гости такой японец, изобретатель, доктор Накамасу, который занимался творчеством и долголетием. Ну, да, 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 да. Ну, в общем, я там все расскажу, коротенько расскажу на вебинаре, но самое главное, практические нам приемы, оригинальные и новые, с помощью которых вы можете быстро выходить на состояние изобретательского мышления. Вот так, друзья. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова